Неординарные на первый взгляд снимки, замысловатые сюжеты, запечатленные автором. Первое впечатление, которое создается после просмотра выставки Андрея Ленкевича. Посвятить знакомство с творчеством известного фотографа пару минут недостаточно. Настолько глубоки по замыслу каждая из работ, и все требуют вдумчивости, знания истории и традиций Беларуси. И если распознать в одном из художественных снимков народный обряд помогали изображенные предметы древних гаданий, то с некоторыми другими возникали сложности. Пришлось прибегнуть к помощи самого автора работ Андрея Ленкевича, который с удовольствием рассказал о том, что обозначают символы на снимках. Так картина стала более ясной. Вспомнились веселые купальи, народные зазывания весны, коляды, вермница, дожинки, а также радуницы и деды. Фотоснимки словно направляют нас в прошлое. Такое ощущение создается и благодаря тому, что все работы черно-белые. Однако это только на первый взгляд так. Фото сделано не так давно на пленочный аппарат. Все, что мне хотелось проектом узнать, это собственно для себя ответить, кто такие белорусы. Где вот эта база белорусской этнографии, белорусской культуры, которой уже много-много тысяч лет. Той культуре, которая была задолго до христианства, в которой мы сейчас живем, которая, можно сказать, очень сильно и сформировала белорусов, и до сих пор формирует. Потому что есть такие мелочи, как черные коты и так далее, и так далее, которые пришли издалека. С другой стороны, большинство церквей построено на месте капищ, очень таких намоленных мест еще далеко до христианства. Работа над проектом Андрей Ленкевич обращался к помощи этнографа. Во многом благодаря этому передача идеи оказалась максимально точной. Портреты, жанровые сцены, тотемы, животные – все строго в рамках одной темы. Если у кого-то название выставки первоначально вызвало смешанные эмоции или неоднозначные ассоциации, Андрей Ленкевич поспешил развеять сомнения. Поганство в переводе с латинского означает «приезжий». В качестве приезжего гостя и выступил автор работ. Свои снимки Андрей Ленкевич делал в разных уголках Беларуси, а успели увидеть результат творчества люди разных стран. Пять лет назад проект вошел в десятку лучших проектов агентства «Магнум», первое агентство в мире, которое каждый год проводит конкурс молодых авторов. С другой стороны, конечно же, он получил награду на Беларусь-пресс-фото и выставлялся от Литвы и Латвии до Франции и Германии. Довольно широкая география. И конкретно эти работы. И последнее место, где было показано, это была Франция. В Бресте свою выставку Андрей Ленкевич представлял впервые. Как признался сам автор, ему была очень интересна реакция брещан, ведь город над Бугом также нашел отражение в творчестве автора. В нем, кстати, есть в этом проекте и Брестская крепость, в которой служил мой папа. Потому что для моей семьи это тоже такое, можно сказать, знаковое, важное место. Потому что мой отец служил здесь. С другой стороны, я очень много снимал. Здесь не просто мест, где папа был. Причем он служил, когда еще не было всего мифа вокруг Брестской крепости. Не было музея, не было большой головы, не было солдата. А была просто крепость, был просто ангар, где были солдаты. С другой стороны, конечно, там есть документальная фотография о том, как отмечают начало войны, все эти празднества, ветераны, реконструкции войны и так далее. Помимо фоторабот Андрей Ленкевич презентовал гостям собственную книгу, посвященную народным обрядам. Встреча основной темой которой стали традиции Беларуси. Стала не только интересной, но и познавательной.